Это проект «Смотри Хабаровск» в студии Дмитрия Павленко. Уход западных компаний – окно возможностей для местных предпринимателей. За полгода эта фраза стала практически мантрой. Насколько получается занять освободившиеся ниши, занять местные рынки и, возможно, выйти на внешние. Об этом мы сегодня поговорим. Вот в какой компании. Александр Максименко – заместитель председателя городского совета по предпринимательству при мэре Хабаровска. Алексей Индрусенко – член городского совета, генеральный директор Дальневосточной ассоциации предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства, генеральный директор компании «Золотой Юг». И Илья Амерханов – директор фабрики «Мороженого зайца», член городского совета по предпринимательству. Итак, Запад ушел, ниши освободились, ну, золотое время наступило, Илья, так ведь? Ну, почти, осталось только это золотое время подпитать с дешевыми деньгами, и будет вообще сказка у нас в жизни Если мы, допустим, посмотрим на то, что происходит, я бы не сказал, чтобы компании полностью ушли Они же пытаются, ну, скажем так, удержаться, там, на трех ножках стула одного, потому что людей не сокращают объекты, не убирают Допустим, компания Тетропакт в Москве, казалось бы, да, не продает оборудование под страхом смертной казни, да, приказы из Европы, да, от учредителей Но при этом завод по производству тары упаковки сохраняется, работают три смены, работают круглосуточно, работает на износ, можно так даже сказать При этом картон раньше, если они получали из Европы, сейчас они получают, скорее всего, из Китая Они не говорят откуда, но я думаю, что они из Китая приходят, и они прекрасно работают Раз мы в Точке уже начали уходить какие-то, так про упаковки же столько говорилось, что и все, ее нет, и действительно нет Информация от компании Тетропакт официальная, мы работаем, работать будем, завод туда не денется Ну, хорошо, но у вас есть проблемы с упаковкой сейчас? Ну, у меня упаковка другого характера, вот у Алексея Андрусенко, да, у него есть эта сложность, но он не с Тетропакт, потому что работал Но вообще сейчас с упаковкой что? Да, проблема с упаковкой в настоящий момент является актуальной, так как в основном все серьезно возилось в Финляндии И на территории России перерабатывалось именно в саму упаковку и разрисовывалось Теперь Финляндия закрыта, Европа закрыта, и перешли все на компанию Монди Это откуда? Это российская компания, существует 4 завода, 2 из них работают Она начинает выпускать собственный картон, но в основном картон идет под молоко, молочный картон Они в данный момент выполняют, вернее, закрывают потребности молочников Что касается соков, то там используется асептический картон, в нем больше слоев И в данный момент на территории России, именно в Тюрпак, данный картон не производится Поэтому все взоры сейчас обращаются на Китай Ну у вас, в вашем производстве какая укуковка используется? У нас идет Тюрпак, который в данный момент в России не производят Где заказываете? Мы собираемся ее сейчас заказывать в Китае А сейчас остатками? Да, мы сейчас работаем на остатках И с помощью ассоциаций пытаемся сделать совместные закупки в территории Китая В том числе и для всего Дальнего Востока Ага, вот система совместных закупок, это такое ноу-хаус антисанкционное? Да, да, да Сейчас происходит Ну, чуть позже к этому вернемся Все-таки возвращаясь к вопросу такому общему Александр Николаевич, ну вот да, уход западных компаний Ну вот действительно окно возможностей Как вот так, если в целом про хабаровский бизнес говорить? Насколько получается в это окно залезть, не закрывать его? Вы имеете ввиду внутренний рынок или экспорт? Хорошую развилку вы сейчас обозначили Ну давайте с внутреннего начнем Ну на внутреннем, понятное дело, если это бизнес в области IT-технологий То он всегда был, а сейчас развивается Особенно потому, что здесь льготы и отстрочку в армии дают сотрудникам и так дальше Хорошее развитие имеет, понятное дело, лесопереработка Ну здесь в основном заточен и на экспорт Билеты, доска и так дальше Сельское хозяйство тоже сейчас развивается Развивается очень хорошими темпами Потому что и город, и край, и федерация, понятное дело, сейчас выпуск Разработали уже И меры поддержки сельского хозяйства очень серьезные Ну к мерам поддержки чуть позже обязательно про это поговорим Мне все-таки хочется вот какое-то ваше ощущение От того, ну вот, ну оно же действительно Оно такое, люди в авангарде с флагами Сейчас мы все, вообще все Кока-кола, уходи, не нужна ты нам больше, тфу Ну хорошо, ну уйдет, окей Мы, ну действительно, это такое Автоматически, вот это, как там, голубые океаны Или как-то с огромным спросом Они освобождаются И бизнес на местах, он может это все заполнить Конечно, может Единственное, правильно ли я сказал Надо денег, средства влить Больше, больше И, скажем так, дешевле Чтобы были те средства Вот у нас как раз представители здесь Компании, которые, они члены нашего совета городского Действительно, если будут вливания То и будет и понижение цены За счет технологического обновления Модернизации производства Цена падает Уход от, на роботы переход Дальше, ну если пищевую взять продукцию, да Промышленность Если брать промышленность Перерабатывающую, я имею ввиду Обрабатывающую Ну здесь уже крупный бизнес Понятное дело Пока, к сожалению Хотя по Нынешнему законодательству Там процент Малого бизнеса В участии в госкорпорации Размещения заказов повышается до 20% Сейчас 18% Это такое обеспечение спроса и занятости Для МСП Ну, давайте так Если по пунктам Дешевые деньги Сейчас Ну действительно не хватает, да Просто оборотки Ну, как бы логичный вопрос Слышу, прям телезрители задают Напечатать вам их что ли? Конечно напечатать Вот смотрите С 2014 года У нас ЦБ и правительство Таргетировали инфляцию Задача была Снизить инфляцию Там с 10-15% Конца нулевых годов До 4% Сегодня таргет Такой же сохраняется Цель благая Хорошая Действительно инфляция Не должна быть Я считаю В России больше 3-4% Но проблема в том Что это достигалось тем Что мы сокращали Денежную массу в экономике Все эти годы То есть сегодня Может показаться Что вот промышленники Какие хитрые Они решили подсуетиться Ситуация сложная Отдайте-ка нам денег А мы тогда может быть То есть типа шантаж На самом деле ничего подобного Мы недополучали денег На протяжении последних Почти 8 лет Если еще учесть пандемию Падение объемов продаж Там периодичность Был рост Было падение То есть все Если это наложить У нас получается Очень печальная ситуация Что произошло? Торговые сети Сохраняя свою надбавку Аккуратно поднимали цены Чтобы не вызвать Социального шока Их контролировали даже В итоге что происходило? Все издержки Снизу же давят Все Коммуналка Сырье и так далее Все на производителя Сверху давит Ценовая ситуация от сети Опять же на производителя В итоге многие производители Ушли на 4-6% рентабельности Это грубо говоря рентабельность Которую получает производитель Та же самая инфляция собственно Да Но там инфляция Сколько была? Около нуля Да в штатах А у нас была инфляция Ну 4 была Да А в этом году Она там скорее всего Будет в районе 15-13 Да с учетом дефляции Летних месяцев Поэтому в итоге Мы получаем ситуацию В которой Нерентабельно Заниматься Переработкой А что происходит С сельским хозяйством С тем же У нас сегодня данные От краевого сельхозфонда Что молока Переизбыток в край Фермеры его выливают И его некуда девать Они не могут его продать Его некуда деть Понимаете Мы вот допустим Я на своем предприятии Полностью с ноября месяца Перешел на местное сырье Почему? Потому что сегодня Стоимость литра молока И стоимость использования Сухого молока В производстве К тому же Ну того же мороженого Сравнялась 45 рублей Я покупаю чуть подороже По 55 рублей У фермера Но при этом Я ему ставлю Определенные условия По контролю качества И так далее То есть он берет на себя То есть мне выгодно Локализоваться И вот это тот путь О котором мы в совете говорили Локализация Поставок сырья В любом виде Промышленности Пищевая Не пищевая Строительная Какая угодно Это то К чему Ну должны Те регионы Должны Но понятное дело На 100% Локализоваться Никогда не получится Правильно я понимаю Естественно Алексей Вот у вас Вот эти Классно Откровенно звучащие Что там было Клеточный сок Пихты И маракуйя Что это такое Насколько я понял Насколько я знаю Что с этим продуктом Вы в том числе И на запад выходили И поставки сейчас идут На западные сети При этом Действительно Как Илья говорит Все давят Ну запад Наверное там вообще Конкуренция дикая Тоже по цене Пытаются прогнуть Здесь снизу Тоже все дорожает В итоге Бизнес не очень Вентабельный Как будто бы На самом деле Так и есть В данной ситуации Предпринимателям Особенно производителям Переработчикам Не совсем Возможно Выгодно заниматься Бизнесом Дело в том Что в производстве Очень сильная Себестоимость продукции Вы вопрос задали Зависит от Объема продаж Рынок Дальнего Востока Ограничен Людскими ресурсами Ну сколько у нас Несколько миллионов По всему Дальнему Востоку Проживает Поэтому У некоторых наших Производителей Предприятия Высокопроизводительные Автоматические линии Стоят Поэтому Чтобы снизить Себестоимость продукции Нам необходим Оборот Это экспорт Соседи нашей Китайской Республики И выход Западной регионы России Где сосредоточено Основное население Нашей страны Но чтобы туда выйти И попасть В федеральные сети Нам необходимы Продукты Которые соответствуют Данным федеральным сетям Поэтому мы призываем всех Вступать в ассоциацию У нас есть При ассоциации Научный комитет Который и разрабатывает Данные продукты Которые смогут быть Конкурентоспособны Как в наших Федеральных сетях Так и За границей Поэтому Если мы будем Разрабатывать Все производители Данные продукты И мы сможем Попасть В федеральные сети Тем более Ассоциация Является Неким интегратором Наших производителей То есть Через Ассоциацию Производитель Сможет попасть В федеральную сеть Она Сможет показать Тропинку Любому производителю От Производства И Любой производитель Кто бы чем не занимался Он будет понимать Что я произвожу Допустим Кто там мороженое Кто там пельмени И кто-то еще что-то Он будет понимать Что у него есть Гарантированный Это мы говорим Сейчас про Про вашу деятельность В рамках Ассоциации Дальневосточной А если говорить Все-таки Про городской совет Ну проблема Там экспорта И поддержки экспорта Предпринимателей Местных хабаровских Ну она действительно Актуальная И сейчас Как будто бы Вот еще один тезис Вот значит Значит Антисанкционная история Да и бог с вами Значит разворачиваемся На восток И Все И мы значит Там такие сейчас Тропы натопчем Что как будто бы Но Вопрос А Нужны ли мы там Действительно кому-то И вопрос Б Ну Как бы в одиночку Таким не занимаются Вот Здесь городской совет Как видеть свою роль В помощи И поддержке В этих направлениях Ну городской совет И Его кстати возглавляет мэр Сергей Анатольевич Кравчук И Я его заместитель От бизнеса Раньше было по-другому Немножко Значит Недавно Буквально В июне месяце Состоялся Соседание совета Как раз по экспорту Где вот Ассоциация предложила А мэр поддержал И мы конечно же Одобрили все это Член совета Значит Сейчас разрабатывается Мера поддержки Очередная мера поддержки На 23-й год Компенсация Транспортских расходов Именно производителей Не только пищевой продукции В другие районы России И в зарубеж То же самое Часть Часть компенсации Там порядка 200 тысяч Наверное Будет на заявителя Значит Плюс У нас есть Центр экспортный Который Всегда помогает И мы сотрудничаем с ними Экспортером Что касается Внутреннего рынка Конечно же Мы тоже поддерживаем И Не зря Здесь присутствуют Представители нашего совета Члены совета Которые Чувствуют поддержку Поддержку Нашего совета Кородской совет Это некий Наверное Не побоюсь это слово Профсоюз Который Профсоюз Который Стоит на защите Прав Бизнеса То есть Именно города Хабаровска Ну и краевых тоже Ну в основном Там есть Хабаровска Ну насколько я знаю У нас основной экспорт Из края Это все-таки Предприятие города Хабаровска Поэтому Да Поэтому Ну слушайте Если спросить Собственно Чувствуете-то поддержку Ну вот эти вот деньги Которые предполагаются На Я так понимаю Это в виде субсидий Каких-то будет На транспортировку И прочее Мы находимся Отдаленно От основных Рынков сбыта Нашей страны Естественно При перевозе На такое большое расстояние Это попадает Все в себестоимость Поэтому Если будут выделяться Субсидии Конечно Мы более Конкурентоспособны Тем более Мы планируем выпускать Отдельно все производители Товар Который будет Интересен В западных регионах России Этот товар Будет сделан Из каких-то Дикоросов Даров тайги Нашего края И вполне возможно Что если будут стоять Продукты наших Хабаровских Производителей В федеральных сетях То со временем Люди могут сказать Это товар С Дальнего Востока Или с Хабаровска К этому мы стремимся Слушайте Здорово Почему раньше этого Ну как бы Почему до сих пор Еще никто на западе Не говорит О это товар С Дальнего Востока Ну если икру только видят Наверное Крабов видят Мы хотим Расширить Этот ассортимент Поставив На полки Продукты Почему раньше Этого не сделали Потому что Тот эффект масштаба Которым вы говорите Ну действительно У нас здесь Сколько Шесть миллионов На весь Дальний Восток И то Дальний Восток Что такое Это Отсюда в Якутску Вези что-нибудь Это примерно Там Из Москвы До Петербурга Не знаю Географически Не буду там Точно километры называть Но это огромное расстояние А это все Один макрорегион Куда здесь Ну вот У нас тут за речкой Все всегда говорили За речкой Огромный спрос Как этот Вот эти вот все Издержки Которые можно Как-то масштабировать И размазать Ну вот вам спрос Пожалуйста Через речку Насколько сейчас Его Насколько он сейчас Актуален Вот это направление Китайское И Даже до пандемии Но все же Можно было Тогда уже делать И выходить на запад Можно было тогда тоже Сейчас что-то изменилось Почему сейчас Говорите о том Что вот сейчас Мы хотим Это вот сделать А раньше Энное количество лет назад Вот почему-то Этого не делали Ну вот Как Илья заметил Что буквально Падение потребления Идет 8 лет Возможно лет 10 назад И предприниматели Не обращали внимания Потому что потребление Было достойное Здесь Вот на Дальнем Востоке У нас Коварск Было достойное Плюс отток населения Тогда возможно Меньше было Больше населения В этот момент было Сейчас Падение потребления Отток населения Вынуждают нас Искать новые рынки сбыта Все понятно Для предпринимателей Из России Который хочет туда Сейчас попасть Ничего не изменилось Даже наверное Стало где-то похуже Потому что Курс доллара Сейчас еще и Курс валюты Не очень благоприятный Что поменялось Ну из-за того Что курс Значит Многие китайские Партнеры говорят В данный момент Ваша продукция По цене Неконкурентно способна То есть Но потребность Того же китайского рынка Именно в ЗОЖ продуктах Мы же встречаемся Периодически В центре поддержки Экспорта С китайскими делегациями И мы поняли Тренд Но этот тренд Кстати на самом деле Мировой Несмотря на Падение спроса По отчетам Нильсона Если посмотреть В том же самом магните В других торговых сетях Идет спрос на ЗОЖ продукты Тем не менее Он увеличивается То же самое и в Китае Поэтому наверное Если мы По обычным базовым товарам Не совсем конкуренто способны Сейчас по цене То значит надо делать Какие-то инновационные продукты Которые будут индивидуальны Ну это Хорошо Это мировой тренд Все-таки да Немножко сам ушел От своего вопроса Но Запад На Западе охотно Встречают Потому что да С учетом того Что вот зарубежный экспорт Куда-то прям сильно за границу Он такой немножко проблемный Так может быть Тогда стоит обратиться Да вот К внутреннему рынку Попробовать Все что уходит Заместить Хотя для меня тоже Ну что такое уходит Ну вот Макдональдс Ну вот ушел Ну появилась вкусная точка И все точки Которые работали У нас в Хабаре Все остались Как бы чего-то такого Сильно для общепита Не освободил Ну вот Ничего Площади арендованы Технооборудование Все 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 то же самое Номинально Ну ничего Номинально Точнее Что-то изменилось А фактически Ничего Для местных Никаких окон возможностей Так и есть Ничего особо И не поменялось Но тут надо смотреть Глубже Да Макдональдс остался Да Киевси К примеру Тот же Да и вообще Никто никуда не делся Многие западные компании Перерегистрируют себя Грубо говоря Чтобы уйти из-под санкции Да Чтобы не было давления На казахстанские дочки Либо вообще На топ-менеджмент компании В России Да И вроде как бы Не зависит Но мы все прекрасно понимаем Что зависимость Все равно сохраняется Никто не хочет терять рынок И вот эта трансформация Которую кстати Правительство Российской Федерации Потом говорит Что трансформация Экономики Займет некоторое время Это и есть Та самая трансформация Сейчас строиться В цепочке поставок Можно той продукции Которая реально попала Под санкции И нам не поставляется Ее много Машины, оборудование Техника Какая угодно Конечно Ее очень много Просто это капиталоемкие Это капиталоемкие И как бы не вот в этом Другую сейчас Мы вообще будем Про это говорить Другие ассоциации Палату возможно Надо назвать Это мы еще обсудим Но вот сейчас Ровно вот Про соки Про мороженое Про продукты питания Что тоже всегда По идее Актуально Люди всегда будут есть Всегда будут хотеть Чего-то там Полезного и вкусного А вот с таким На западе Звонят Говорят Илья, почему у вас Пятерочки до сих пор нет Я вам больше расскажу Недавно вышла Статья в интернет-оздании Про то, что мы Придумали новое мороженое Кстати, сейчас его сделаем Это мороженое с мухоморами И конопляным семенем Да Уже решили, что там будет Клубничный джем Мы уже решили, что там будет Клубничный джем Знаете, почему мы так Кстати, сделали? Потому что это Самое Это будет одно из самых Полезных Видов мороженого Для человека Что такое Теми же мухоморами В природе Олени, допустим Животные Лечатся Это у них как антибиотик То есть в нем Оказалось, есть аминокислота Которую с удовольствием Потребляют и люди Специально подготавливают Эту добавку И потребляют ее Для того, чтобы в 5 раз Увеличить иммунитет То есть он стимулирует Выработку иммунитета Природного Или как это? Я не медик Как сказать? Ну хорошо Мне после этой статьи Мне позвонили отовсюду Москва, Питер, Крым, Севастополь Набирали меня Потом писали Краснодарский край Дагестан Писал Канада Писал То есть все написали Где мы хотим Как вот А как вот сделать А нам интересно В чем здесь суть? Я вот даже немножко Вот Алексея добавлю Почему мы раньше этим не занимались? Почему мы не думали об этом раньше? Сказать не думали нельзя Думали Много раз мы с Алексеем Познакомились как раз Где-то после 14 года Мы постоянно говорили Что надо бы выйти на запад Но что происходило там? Торговые сети Заполнены федеральными контрактами У них установленный ассортимент И приходит компания Одна С Дальнего Востока Или 10 Из каждой нужно заключить 10 договоров А один договор Это 5 ящиков Знаете Из-под баланс Таких больших Вот такая стопка Почти по лету Да Но естественно Они понимают Что ради того Чтобы 3 из каюшки поставить Вот на полочку Заключать потом На пакет документов Какой-нибудь эксперт И говорит Зачем мне это надо С Дальнего Востока Я обойдусь федеральным поставщиком Который мне закрывает там все Да Большой крупный завод И раньше Это действительно так работало Сегодня ситуация другая Сегодня Потребность в новизне Плюс вот эта мода Как бы и тренд на российские продукты Да А вот А где это сделано у нас А почему это сделано у них А я не хочу эту кока-колу А есть этот тренд Да Он ощущается Есть этот тренд Он естественно Есть никуда Он не делся Иначе бы вот эта кола квасли Или как там Замену колы Никто бы не покупал Но есть конечно И обратная история Казахстанскую колу завозят Там параллельным импортом Да К нам В Россию В основном на запад Но ее не так много Поэтому вот этот тренд есть И сегодня мы видим Желание федеральных сетей Разговаривать А раньше они вообще не разговаривали Вот Алексей У нас первопроходится в этом Он говорил Не разговаривают с нами Федеральные сети Это до 19-20 года С 21 года Федеральные сети разговаривают Почему? Тренд на локализацию О том о чем я говорил Как сделали в Европе Местные промышленные предприятия Производства Из-за вот этой жесткой Логистики цепочек поставок Нарушенные логистики Из-за пандемии Получилось так Что были пустые полки В супермаркетах И гипермаркетах И они вышли на местное производство Чтобы забить Вот эту местную Как бы локализовать поставку В этом плане В России Мы ничем не отличаемся У нас огромный был затор В порту восточной У нас очень много Импортной продукции Не приехало Или не приезжало Сегодня очень многие линии Не приедут Грубо говоря к нам Они привезут там Лекарства Немножко Какой-то гуманитарной помощи Все Но о каких объемах Сейчас мы говорим Просто одна из Один из факторов Развития В принципе Это сам спрос Чем больше будем производить Тем в итоге Будет конечный продукт Дешевле Из-за эффекта масштаба Есть спрос Запада страны Но насколько он Большой Огромный Большой Они хотят уникальные продукты Они много их хотят Много хотят Сегодня Ну а как они могут Что такое много Ну Москва и сателлиты Почти 40 миллионов Наверное населения Если я не ошибаюсь Ну то есть Города с сателлитами Это огромные Классно Давайте если вот На примере На примере вашего бизнеса Сколько сейчас в год Вы производите тонн мороженого Мы всего 20 тонн производим Всего 20 тонн А насколько вот можете Ну 20 тонн Это вот лобню Помазать Вот я не знаю Ну это получается Ну грубо Две тонны в месяц Ну грубо Две тонны в месяц Чуть меньше Сейчас Где это все находится Это все реализуется Здесь Все реализуется В крае В крае Реализуется Приходит Москва И говорит Илья Давайте Хочу Без проблем Мы можем увеличить До 30 тонн В месяц Без Без финансовых затрат Практически Только на сырье Только на сырье Поэтому здесь Придется Ну придется Покупать китайские аналоги Они есть Но они качеством Конечно Ну Печальные Что такое Плохое качество Вот для Продукта в итоге Не такое вкусное Не такое Жирное Что Консистенция Смешивание ингредиентов Консистенция Уровень Ну вот у мороженого Есть уровень взбитости Взбитость продукта Она вся будет хромать То есть если у Скажем так Западного оборудования Точность Вот это вот Отклонение От заданных норм Она минимальная То у китайских К сожалению У китайского оборудования Широкое Поэтому мы вот Все производственники Всегда знаем Что если фасовку Ну к примеру Станок который наливает Бутылочку И закручивает бутылочку Да Это можно купить в Китае То допустим К примеру Гомогенизатор для молочной промышленности Которых продается там Несколько тысяч штук Всего лишь в год по миру Купить в Китае Ну это большая проблема Лучше даже российский купить Хоть он и тоже Не супер качеством По сравнению К примеру С тетропаком Тем же Да там С итальянским оборудованием С западноевропейским Или американским Но тем не менее У него все равно Лучше показатель Допустим Чем у китайских Алексей Действительно проблемы С оборудованием И вот если Опять таки На примере ваших Вот есть сейчас Икс Вот сколько Вы производите всего И где это все реализуется Это реализуется В данный момент По всему Дальнему Востоку И частично Отправляет сейчас Центральный федеральный округ В Москву А насколько Вот безболезненно Без докупки оборудования Можете увеличить До 10 раз В 10 раз Да До 10 раз Мы можем увеличить Выпускаемый продукт Потому что оборудование Полностью автоматическое И вопрос О федеральных сетях Возьмем пример Что у магнита На сегодняшний момент Около 25 тысяч магазинов Вы представляете Какие это объемы Продаж Могут быть Если представить Что только по коробке В каждый магазин Человек отдал То есть не все Производители Наши Хабаровского края Смогут справиться С данным объемом Поэтому есть смысл Интерес Нам туда попасть Попадать мы туда Планируем через один Вот Илья рассказал сейчас Что не хотят С мелкими производителями Заключать отдельные договора Мы хотим Сделать один договор От ассоциации И с полным То есть таким пакетом Да? Продовольственный пакет Конечно Заходить в федеральную сеть Интересно Это Я это слово уже использую Это ноу-хау Это как совместные закупки? Да Где-то Совместные продажи Как это юридически? Это холдинг? Что это? Ну почти Это холдинг Это будет знаете Как выглядеть При ассоциации Есть юридическое лицо Кооператив К примеру Который занимается продажей Ну грубо говоря Продукции членов ассоциации То есть он забирает на себя Все эти товары Реализует по единому контракту От этого кооператива Забирает финансы Распределяет И все В любом портфеле Есть Это как бы Пока на уровне идей Или уже Это реализуемое уже Уже начинает реализовывать Мы на стадии Что в этом пакете сейчас? По продукциям? Да Ну у нас 12 кленов ассоциации Перечисли Просто всех не вспомню Ну просто Понятно Есть мороженое Есть соки Белокогольные Молоко Молоко Майонез Рыбники И все это подается как что? Вот что это сделано В Хабаровском крае На Дальнем Востоке хотя бы Дальневосточном И в такой упаковке Это интересно на запах Да Мы хотим Привязать Наш Наших поставщиков К бренду Хабаровского края То есть мы можем наносить В принципе на упаковке Каких-то там производителей Какие-то бренды Хабаровского края Где-то там Может Амурский мост Утес И так далее То есть это получится Продукция будет стоять Так как в федеральных сетях Так же и в Китае И изображение Хабаровского края Тут уже подтягивается к нам Туризм Да То есть совмещение идет То есть уже человек Несколько раз Купив продукцию Как в Китае Так и к примеру В Москве Скажет Посещу я Хабаровский край И приеду Ну это на уровне фантазии Корреляции прямой Наверное нет У нас знаете Я никогда не хотел посетить Штаты Только потому что Поел бургер Вот типа такого Ну У нас знаете какой момент есть У нас есть пока еще К сожалению пока еще Но пока еще есть Да Изображение на 5000-й купюре Да Ее знают во всем мире Тут уже не надо преувеличивать Представляете Там же все-таки Сутеша Сутеша Наш граф Муравьев Амурский Его памятник Мост наш Амурский И вот эти изображения Если даже в той же Скажем так В тех же точках В том же изображении Разместить на упаковке Люди будут гуглить Смотреть Узнавать Тот же китаец 15 раз увидев Он в следующий раз Приедет в Фу Юань И через речку Обязательно приедет сюда Не зря Не зря мы Как раз рабочая группа была В результате Опять же Общественного Совета по предпринимательству Иринскому По инициативе Членов совета И значит Была рабочая группа Организована Название По развитию промышленности И туризма Горги То есть это Вместе идет Конечно Промышленность и туризм Ну есть и промышленный туризм Почему бы Почему бы На фабрику На фабрику Мороженого Или на другую Неважно куда У нас давно-давно До пандемии До всего прочего Как будто бы Строился какой-то Такой центр Приграничной Пограничной торговли По-моему Фу Юань Он где-то был Он сейчас и есть Вот Какие-то вот Такие мероприятия Они планируются Совместные Приграничные Или Или они и есть Как просто пандемия Пока Конечно Просто пандемия Пандемия А самое главное Переход Самый главный переход Нужен на мусульском острове Когда он будет Тут будет просто праздник В этом смысле А чего вы ждете Ну вот этого Мы ждем Туристов Которые приезжают Платежеспособные Оставляют деньги В наших магазинах Это даст нам Прирост производства Полностью во всех сферах То есть повышение Численности населения К примеру Хабаровска Хабаровского края Это даст Недавно тоже вышла Какая-то статистика Что По занятости Бронированием По гостиницам И прочее Прочее Там Выросло больше всего Среди дальневосточных Дальневосточных регионов Камчатка Военное количество Раз И там Туристов Там 170 тысяч Хабаровский край Вырос на 8% И 200 тысяч Туристов То есть в абсолютных Значениях У нас их и так много Но Как бы Вы не можете Пока Не прогнозировали Не фантазировали На этот счет Вот значит Граница откроется Вот пандемия в Китае Закончится И Вот есть чем сравнить Ну и что произойдет На самом деле Ничего мега Сверхъестественного Не произойдет Сначала поедет Вся сырьевая продукция Которая ехала Частично Которая сейчас Поставляется То что сегодня Невозможно Поставить Как бы В связи С невозможности Движения транспорта Что сегодня ЖД транспорт То есть ЖД переходы Они работают Сколько я в курсе ЖД транспорт Там это поезд Через Приморье Он 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 может Туда ездить В Китай Заходить У него есть контейнеры И так далее Завод То же самое Идет То есть Товарооборот Все равно Есть Но у нас Проблема какая Передвижение Именно Людей То есть Водители Фур Если это Автотранспорт Просто Частные лица То есть Если это Туризм Вот с этим Есть проблемы Сегодня же Тоже Наш речной порт Баржа Приходит Из Фуионе Она приходит С контейнером Загружается Выходит Обратно И так далее То есть Тоже Возможность Перевоза Есть Но это Очень Очень Маленькие Объемы Что даст Уссурийский Остров Я считаю У нас Вообще Уникальная Возможность Нам необходимо Его как можно Быстрее Ввести В оборот Именно Пограничный Пункт Пропуска С возможностью Перевозки Грузов Автотранспортом Хотя бы Хотелось бы даже ЖД Автотранспортом Ну и естественно Людей Почему Порты закрыты Большинство линий К нам не заходят Сегодня Чтобы отправить Груз не в Китай А допустим В Корею Японию Или еще куда-то У нас очень Ограниченная Возможность Набора судов В том же Даже Владивостоке Смотрите Что может быть Мы можем Использовать Китай Как транзитную Страну И по сути Заниматься Реэкспортом Из Китая В любую точку Мира Используя Их порты Зашел груз Фу Юань Здесь его Погрузили На Растаможили В бондовой Зоне Да Как они В черную Любят это делать Погрузили На контейнер Это уже Получился Китайский Товар Да И он Вышел Грубо говоря Через Порт Шанхая Или южные Порты Нинбол Или еще Любые Он Уплыл В Австралию В Австралии Хотели Допустим Соки Алексея Прекрасно Они туда приехали Как китайские Соки С псевдорусским Названием Ну и бог с ним Зато Это про Австралию Это вымышленная история Это вымышленная история Ну как пример В Вьетнам К примеру Не ну Вьетнам С нами будет работать По прямой схеме А вот как бы Страны западного мира Не будут Поэтому если в Америке Захотят соки Алексея Почему бы не сделать так Чтобы не были китайскими Пусть через пихту Клеточный сок Будем в них Культуру отмены Отменять Слушайте Ну напоследок Вроде бы Вот пытаюсь сейчас Уложить в голове Основные такие Полевые точки Которые За последние полгода Прозвучали Да Нет оборудования Да нет Да Нужно Для того чтобы масштабировать бизнес Нужно ставить новые Производственные линии Запада их тянуть Как-то так Параллельный импорт Вы про него не сказали Потому что я понимаю Сложной техникой Это проблематично Тогда Ну часть меняем китайская Где-то российская Где-то Примеряемся с тем Что ну где-то качество Подупало И думаем Что надеемся на то Что дальше больше По поводу спроса Есть запад Который хочет Которому сейчас интересно Который готов покупать Что-то уникальное И такое аутентичное Дальневосточное Чтобы наладить нормальные поставки Чтобы сетям западным Было удобно работать В том числе Создается вот эта система Единого продавца Единого Закупателя Покупателя Если говорить Про какие-то Входячие Про сырье и оборудование Вроде бы отлаживается Про Китай Который Ну здесь ничего Здесь просто ждем Когда пандемия Мы ждем большой уссурийский И ждем пандемию Когда все начнет Свободно Проезжать На самом деле Как будто нормально все Нормально все А никто не говорит Что все плохо Все на самом деле Развивается так Как должно И если бы мы Скажем так Более расторопно себя вели Мы бы все это начали Как раз в 14 году И сегодня бы подошли К Скажем так Менее драматичным последствиям Да Последних месяцев Для нашей экономики Я считаю Что у нас В принципе идет все нормально Единственное Я повторюсь Нужно доинвестировать Экономику Если доинвестировать ее сейчас Мы можем получить Ну я не побоюсь этого слова Двухзначные цифры роста ВВП страны Ежегодные Двухзначные Это будет лучше Чем показывал Китай 10 лет назад Все реально Все реально Звучит просто Ну немножко по сумасшедшему Ну как бы Такие амбициозные цифры Всегда так Ну у меня смех вызывает Но не потому что я не верю А потому что Страшно видимо становится Конечно страшно И там страшно И они боятся Реагировать правильно Что мы написали в письме Премьер-министру По-моему в начале марта Если я не ошибаюсь Это ассоциация Первые несколько пунктов были Ребята переходим На торговлю Всех сырьевых товаров Из России за рубли Все котировки в рублях Должны быть на нашей товарно-сырьевой бирже И только в рублях Никакой привязки к доллару Газ в рублях Это ваша идея была После этого ввели Да Мы написали письмо Премьер-министру И сказали спасибо Что вы учли И сделали все Как вы сказали На самом деле Уж как говорится Высокомерно звучит Мы понимаем Что это как бы Наверное не только мы Думали об этом Но тем не менее сработало В наосфере витала эта мысль Нет Смотрите ситуацию Вот мы хотим докапитализировать У нас есть же третья форма Цифровых денег Да цифровой рубль готовится Вот все это Мы вообще можем перейти На цифровой рубль В международных расчетах И тогда эмитентом И контролем этих денег Будем только мы И мы заставим весь мир Покупать этот рубль Это будет максимальное Мощное давление На котировки То есть доллар по 30 Или доллар один к одному С рублем Это вообще очень реальная ситуация Нужен ли он нам такой Не нужен как будто бы Ну вот здесь вот это Опять же мышление Парадигмы старой формации Когда мы привязывались И продавали нефть в долларах Если мы будем все делать в рублях Нам нужен такой рубль Ну хорошо Даже если он не сильно нужен Конкурентоспособность Ну допустим По сравнению с другими валютами Должна быть другая Хорошо Имитируйте рубль Давите на обесценение рубля Через его эмиссию И направляете это Как раз туда Где оно нужнее всего Промышленность И инфраструктурные проекты И таким образом Получим эффект 30-х годов в Штатах Когда они вышли Из Великой Депрессии То есть С другой стороны Какая разница Какой курс доллара Если мне на все хватает денег Естественно Если это все Буду миллиардер Конечно Гиперинфляция Зато у меня миллиардер Пусть доллар будет стоить 30 копеек Какая разница То есть как в советское время В 72-м году По-моему если не ошибаюсь Так было Ну прикольно Хорошо Все-таки да Напоследок Звучит очень оптимистично Здорово Классно Но есть Вот этот 22-й год Который Который вот такой Интересный Сложный Как и предыдущие Все Вот прогнозы Планы До конца года Вот конкретно В Вашем бизнесе Вот что Каким вы видите Конец этого года Сейчас хочу такие Засечки Поставить Маячки Может быть Соберемся Может быть Это было бы Кстати интересно Это можно даже Практиковать В рамках ассоциации Это интересная Кстати идея Планы И результаты Которые можно Поквартально делать Касаемо Моего бизнеса Вот у нас Летний сезон Летний сезон Сейчас заканчиваем Заканчиваем Его уже Можно подводить итоги Заканчиваем Его лучше Чем 21-й год Лучше Не скажу Что идеально 19-й год Был в любом Случше Конечно же Если сравнить С 19-м Проседание Есть Оно небольшое 10-ти процентов Примерно 12-ти процентов Что будет до конца года Мы постараемся Совместно с ассоциацией Выйти на реализацию Нашего основного проекта Который мы сейчас Хотим сделать Выбирай свое Это тот проект Который в торговых сетях Города и региона Мы хотим запустить Для того Чтобы люди знали Что эта продукция Производится здесь С чем это связано Мы с ассоциацией Посчитали Что примерно 244 миллиарда Очень примерно Посчитали 244 миллиарда Это та сумма Которую Край заплатил В другие регионы Российской Федерации Для покупки Производства Для покупки Продовольствия Представляете Если мы С помощью локализации Вот как я Перешел на молоко Молоко не из Татарстана Беру Сухое Не из Новосибирска А беру здесь У фермера Представляете Ситуацию Что 30 процентов Оставим здесь И это ВРП региона Растет в разы Вот вы Представьте Только вот это Поэтому вот это Мы хотим сделать Мы хотим выйти На то Чтобы мы Максимально Локализовались И вышли на новые Рынки сбыта Что мы делаем Выбирай свое Это оффлайн торговля Онлайн торговля Мы хотим сделать Интернет сайт Ассоциации Через которой Будет продукция Местных товаропроизводителей Доставляться домохозяйством Я сам свой Допустим интернет сайт Запускаю И надеюсь на то Что он будет активно Работать по этому году И мы нарастим Ну если брать Осень к осени Квартал к четвертому К четвертому Мы нарастим Раза в два Хотя бы там Объемы продаж Ну там База маленькая Поэтому в два раза Это не сильно много Это вот наши основные планы Так Алексей Что у вас Я слышал эту цифру Можем в 10 раз Безболезненно Если мы попадаем В западные регионы России Но никто не забывает И о Дальнем Востоке Так вот Чтобы продукция Наших производителей Гарантированно стояла На полках торговых сетей Мы запускаем проект Выбирай свое Самое главное Для всех товаропроизведителей Это попасть на полки В торговой сети Потому что Сбыт В основном Проходит только через полки Торговой сети Если производитель стоит На полках торговых сетях Он продается При приятии работой Чем шире ассортимент Тем больше У производителя оборот Поэтому с помощью проекта Выбирай свое Это федеральный проект Мы его просто адаптируем Под наш Хабаровский край Есть уже Пилотный проект С одной сетью Мы заключаем уже Договора И надеемся, что в сентябре месяце Первые производители Нашего Хабаровского края Встанут на полке Под этим проектом Выбирай свое Я так понимаю, что Большинство из них Это все-таки будут Именно городские компании Члены ассоциаций Да А сколько из них Являются членами Городского совета По предпринимательству Не многие В совете их нет По-моему У нас только двое Только двое Самые активные Ну Наверное Фунт Александр Михайлович Как Собственно Планы До конца года Вот сейчас Ближайшие Может быть Городского совета Спасибо Городской совет В сентябре месяце Мы Заседание Очередное Проводим Там два вопроса Будет Первое Импортозамещение Это все-таки Повышение Технологической безопасности Да Оно на слуху Это промышленные предприятия Второй вопрос Будет Социальное предпринимательство Есть у нас Теперь уже Социальное предпринимательство Это Те люди Те предприниматели Которые работают В области Ну Социально Социально Значимых Скажем так Области Это Детсады Дополнительное образование Вот такое Да Будем смотреть В конце года Аплодируем Там Статистику Посмотрим Статистика Должна дать Все-таки Данные Сколько У нас Кстати На 1 августа Предпринимателей В Хабаровске 31 тысяча Пятьсот Шестьдесят Что ли Плюс 19 тысяч Самозанятых Порядка 50 тысяч Вся Вся эта Конституционеративный бюджет 30 процентов Дает Наполнение Бюджета Хабаровска Более 30 Вот По России 21 Дальше Будем Также Корректировать Нормативы Правые акты Касаемо Введения Предпринимательства Здесь У нас В Хабаровске Как собственно Мы это и делаем Защищать Наши Интересы Нашего бизнеса Наше предпринимательство И корректировать Вот эти все Нормативы Правые акты Ну и Планировать Будем уже 23 год Ну и Ключов Выбирать Хабаровский край Да И меры поддержки Конечно же Добавлять Добавлять Сейчас их уже Достаточно Количество И Компенсация Электроэнергии Затраты И Ну Короткое время Может быть Столько Их вообще Ну про меры поддержки Да Но мне кажется Вот здесь ключевая история Не знаю Может быть я ошибаюсь Но от всех предпринимателей С которыми я общался Не меры поддержки Рынок сбыта Дайте деньги Дешевые И дайте кому продавать Вот в этом Помогайте Ну здесь Про дешевые деньги Наверное Конечно Субсидии подпадают Потому что Если эти деньги Можем высвободить Там что-то Компенсировали Здорово Круто Сейчас У нас пакет мер Он кстати Относительно Вот этого Пандемийного Сильно меняется Вот эта помощь Антисанкционная Она сильно Отличается От той Которая была Она увеличивается Сейчас помощь И становится Более растянутой Во времени Менее точностью Ну допустим Что касается Городского Хозяйства То предприниматели Которые стоят У нас На набережной Они полностью Освобождены От киосков Туристических От арендной платы То есть уже несколько Года два Добавленная стоимость Это и есть национальная идея Самое главное Это производство Поэтому человек Если пошел Предпринимателей И производит продукт Он должен знать Гарантированно Куда он его потом продаст Ну что ж Спасибо за эту беседу Главное Наверное Ощущение Которое появилось У меня И надеюсь Зрителям Передалось Что да Не только Вот это Запад уходит Все Берем флаги И занимаем все Как бы Она немножко Звучала Как будто бы Какой-то Оголтелостью От нее Сквозило Но нет Действительно Вот есть Конкретные предприниматели Которые говорят Да все можно Нужно просто Нужно просто делать И выбирать Выбирать Местного производителя Потому что Наверное Это главная поддержка Которую мы Зрители Мы потребители Можем оказать Спасибо большое Про бизнес Говорили мы сегодня Вместе с членом Городского совета По предпринимательству Примере Хабаровска С заместителем Председателя Александр Максименко Алексей Андрусенко И Илья Мирханов Были в нашей студии Спасибо большое За эту беседу На этом все Прощаюсь с вами До свидания До свидания Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова